Несколько исследований, к которым я причастен. Эти исследования, Корсат, это уже состоявшиеся исследования, законченные исследования, уже есть публикация. Исследования по аэрозольному применению сурфактанта, эти исследования сейчас происходят. И одно исследование, я бы хотел представить, это тоже совместное исследование с российскими центрами, которое мы планируем проводить. Так я начну, наверное, с уже состоявшегося исследования, которое называется Корсат. Может быть, некоторые участники Конгресса уже знают это исследование. В принципе, это сравнение двух систем стабилизации новорожденных в родильном зале. Это новая система, РПАП. И эта система, это фактически идея изобретения Томаса Трафхаммера, о котором я уже упоминал, который 4 года назад был в Красноярске. Это генератор вариабельного потока и с портом для вентиляции с положительным давлением. И наша работа была сравнить эту систему с Т-образной реанимационной системой, стандартной системой, чаще всего это неопуф, и сравнить эффективность этих двух систем. Новая система наша была, мы применяли ее через назальные конюли. И публикация была совсем недавно, была уже опубликована наша эта работа 14 июня 2021 года в журнале JAMA Pediatrics. Основной вопрос исследования, может ли новая система респираторной поддержки, в этой системе меньше работа дыхания, которая используется через назальные конюли, уменьшить частоту интубации по сравнению со стандартной системой. И наша методика была, были две группы, одна группа, в которой использовалась традиционная система, неопуф, а вторая группа, в которой использовалась эта новая система, РПАП. Это мультицентральное, мультинациональное исследование, 6 центров принимали участие, из Дании, Норвегии, Исландии, Швеции, Литвы и Польши. И мы, в этой исследовании были включены 250 пациентов. Гестационный возраст этих пациентов был меньше 28 недель, то есть экстремально низкой массы тела. И, значит, система была такая, что с самого начала применялась СИПАП после рождения 10-30 минут, и при необходимости, если была необходимость, применялась вентиляция с положительным давлением, но через назальный интерфейс. Ну и вот, значит, эта вот группа, это, значит, пути, то есть эти новороженные получали СИПАП, или они оставались на СИПАПе, или другой путь – интубация. Это в родильном зале, и аналогично, значит, если он продолжался СИПАПом, с этим СИПАПом пациент переходил в палату интенсивной терапии, и тут, в зависимости от ситуации, тоже применялась механическая вентиляция, или продолжалось лечение СИПАПа. Значит, эта схема, это перинатальная характеристика исследуемых, тут много параметров, которые мы собирали, и, значит, первичный исход этого исследования, это, как я уже упоминал, это частота интубации, что суммируя результаты, у нас получилось, что с новой, применяя новую систему умерших, интубированных в родильном зале, было 33%, а со старой, со стандартной системой 45%, и то есть уровень значимости, достоверность, ну, педалью 0,03. Вторичные исходы в отделении ренимации интенсивной терапии, это частота механической вентиляции, легочные кровотечения, внутрижелудочковое кровоизлияние, пневмоторокс, эти все показатели, значит, разница риска была в пользу новой системы. И выводы нашего исследования были, что используя новую систему, это АРПАП, через назальный интерфейс, через назальные конюли, в родильном зале уменьшилась частота потребности в интубации новорожденных у детей экстремально низкой массой тела. Так вот, это наша группа, вот, значит, узнаете, наверное, вот, это Болдвин, Снори, значит, те люди, которые были 4 года назад в Красноярске. Второе исследование, которое я бы хотел подемонстрировать, это идет речь о аэрозольной терапии, аэрозольной терапии, которая производит компания Аэроген, и, значит, это идет вторая фаза клинических исследований с ингаляционным сурфактантом. В принципе, доставка сурфактанта к легким, это очень такая сложная задача из-за физических свойств сурфактанта, большая его вязкость, низкое поверхностное напряжение и, конечно, проблематичная анатомия, физиология новорожденных. Вот, и компания Аэроген, они проводят сейчас исследование, как я уже упомянул, вторая Б-фаза исследования. Этот препарат называется Аэрофакт, и это исследование основано на доставке сурфактанта через высокоэффективный назальный интерфейс при помощи запатентированной новой оптической технологии, которая называется P-DAP, это Photo-Defined Aperture Plate, и, значит, но в основе этой технологии является вибрационная мембрана системы MESH. И для того, чтобы сурфактант попал в альвеолы, что это очень важно, частицы, аэрозольные частицы не должны превышать одного микрона, одного микрометра. Это важно, и вот этот генератор, этот небулайзер, он в состоянии производить такие аэрозольные частицы, и тем самым это как бы еще это абсолютно неинвазивное введение сурфактанта, даже по сравнению с системой ЛИСа или МИС, потому что сурфактант идет через контур, и это, значит, в течение 15-20 минут исследуемые получают эту дозу сурфактанта. И первичные исследования аэрозольного сурфактанта были произведены в Австралии, это была группа 30 пациентов, группу возглавляла профессор Джейн Пилов, и результаты этого исследования то, что, значит, если, используя в раннем паснотальном периоде небулайзерный сурфактант, он может уменьшить частоту интубации в родильном зале и в течение первых трех суток жизни. Есть работа по поводу ингаляции сурфактанта российских авторов, которые тоже показали положительные результаты применения сурфактанта при... Это у взрослых, у пациентов больных COVID-19. Очень интересная работа группы профессора Авдеева. Что касается, опять, возвращаясь к неонатологии, рекомендации, рекомендации, европейские рекомендации по поводу аэрозольной терапии у новороженных, упомянуто в этих рекомендациях два препарата. Это опять, значит, возможность сурфактанта, аэрозольной формы сурфактанта, основываясь на этой австралийской работе, и другой препарат для ингаляции, это будозанит. И показано, тоже данные такие, они не сильно достоверные, но фактически ингаляционная доставка гормонов уже возможна, и она производится, уже сделаны немало этих исследований. Аэрозольная терапия у новороженных также производится ингаляционный бета-2-агонист, это салбутамол, и показаны несколько исследований, хорошие результаты при транзиторной тахипнеи новороженных, то есть эта патология на 5% транзиторной тахипнеи новороженных переходит в легочную гипертензию, то есть чтобы этого избежать используется салбутамол или ингаляционный салбутамол или эпинефрина, адреналина, но в этой работе доказано, что показано, что более эффективны в этом аспекте салбутамол. Теперь по поводу технологии аэрозольной терапии конкурирующие методики это струйные небулайзеры и вибрирующие небулайзеры с вибрирующими мембранами, опять российские исследователи доказали, что преимущество все-таки в межтехнологии с вибрирующей мембраной, и опять возвращаясь к невнотологии, работа Роберта Дебласа, он показал явное преимущество межтехнологии над джет-небулайзерами, и в принципе это обусловлено тем, что межтехнология она может попадает в дыхательные пути частицы, которые диаметр которых от 1 до 5 микрон. и заключение, что вот работа, с которой я включен, это новые исследования по назально-сцеллюторной вентиляции, это планируемые исследования мультинациональное мультицентровое с коллегами из Пакистана, и вот включены в это исследования центры из Российской Федерации, упомянутые здесь, и это будет сравнение стартовой терапии, значит две группы, одна группа будет стартовать с назально-сцеллюторной вентиляции, другая группа с интубацией и искусственной вентиляции легких, и работы пакистанских ученых, они показали, эффективность назально-сцеллюторной вентиляции, это тоже прелиминарные исследования, но уже у них есть такой небольшой опыт в этом, поэтому и началось это рандомизированные, будет планировать это рандомизированные исследования, их работы показывают, что это сравнимые технологии, то есть результаты можно достичь идентичной с назальной сцеллюторной вентиляцией, таким можно достичь с искусственной вентиляцией легкой, с механической вентиляцией легкой. Вот такие планы мои прошедшие, теперешние и будущие. Все, если у вас есть вопросы, пожалуйста, спасибо за внимание. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ